Библейский портал экзегет.ру представляет есть своя композиция, своя задача. Первая глава книги — это человечество, внутри которого вдруг возникает Израиль. Зачем-то, зачем, мы пока не понимаем. Вторая глава — это Израиль, внутри которого возникает род царя Давида. Он там назван, но про него еще ничего не сказано. А он будет главным героем этой книги. И вот его род в третьей главе. Вот такой отбор человечества. Израиль — царь Давид. Сыновья Давида, родившиеся в Хевроне, он же там сначала правил, когда он был еще таким не царем всего Израиля, но сначала ожидал престола, а потом правил в Хевроне частью израильтян. Первый не сам Нон, от хиноами израильтянки. Второй сын Даниил, от эвега или скормила. Третий авес Солом, сын Маахи, она была дочерью гишурского царя Толмая. Четвертый Адония, сын Хагид. Сколько женщин у него было. Ну, это, кстати, часть истории того времени. И, конечно же, царь Древнего Ближнего Востока, он должен был иметь в своей горе. Пятый Шифати от Виталия, шестой Итроам от жены Давида по имени Эгла. Да. Всего в Хевроне у Давида родились шесть сыновей. Царствовал он там семь лет и шесть месяцев. То есть уже когда он зашел на престол, но не был еще принят всеми израильтянами, да и столицу свою еще не завоевал, не перенес туда престол. В Иерусалиме Давид царствовал 33 года. Вот сыновья Давида, которые родились в Иерусалиме. Шема, Шував, Нафан и Соломон. Это четыре сына от Версавии, дочеря Мела. Ивхар, Илишама, Ильяфелет, Ногах, Нефе, Геофье, Илишама, Ильяда и Ильяфелет. Еще девять сыновей. И даже имена повторяются. Смотрите, вот. Ильяфелетов Давидовичей было два человека. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей, одна ложница. Еще и наложница. Сестрой была Тамар. Странно, а почему одна Тамар? Что, девочки не рождались, что ли? Это невероятно. Столько мальчиков родилось и ни одной девочки. Нет, просто с Тамаром связана история. Там ее, к сожалению, изнасиловал ее сводный брат. Потом из-за этого возникла вражда между братьями. Отдельный большой разговор. Опять книга вытаскивает на поверхность самое скандальное, самое яркое. То, что запоминается. Просто потому, что она запоминается? Или потому, что книга подчеркивает, что вся эта история Ветхого Завета, все эти события, это не такая гладенькая, ну, знаете, манная каша с малиновым сиропом, как часто представляют священную историю. Это история страсти, накала событий. И вытаскиваются, скорее, скандальные имена. Чтобы не забывали, что это так. Такая прививка вот фарисейского разглаживания, когда все такое вот глянцево. Сын Соломона, Рехава. Соломон — это приемник царя Давида. Сын Рехава — Мавия, сыновей Аса, сына Сы, Иосафат, сына Осафат и Юрам. А здесь пошли только царские имена, то есть те, кто наследовал престол. Сыну Рама — Ахазе, сына Ахазе и Юаз, сыну Аса — Амасе, сына Амасе, Азария, сын Азария, Офам, сын Офама, Ахаза, сын Ахаза, Языкия, сын Языкия, Моносия, сын Моносия, Амон, сын Амона, Иосия, сыновья и Иосия. И впервые появляется несколько имен. Почему? А мы как бы проскакиваем. Поезд следует без остановок на второстепенных станциях. Рассказ следует без остановок на царях, которые не очень значимы. Вот Давид, Соломон и следующий Иосия. Почему, интересно? Дальнейшая история нам это объяснит. Сыновья Иосии, первенец Иоханан, второй сыновья Иоаким, третий Садыкия, четвертый Шалум. Сыновья Иоакима, Яхония, Садыкия. Сыновья Иохони. Смотрите, Иосия и Яхония, появились какие-то цари, о которых имеет смысл говорить. Асир, его сын Шалалтиэл, Малкирам, Педая, Шанатцару, Якамея, Хашамайя, Недавея. Сыновья Педаи, Зарававили Шуми. Сыновья Зарававили Мешулам, Хананяя, сестру их была Шалумид. Даже толком не знаем, чем она так знаменита, но, может быть, читатели знали. Тоже, что ли, скандальная история? Не знаю. Еще пятеро. Еще пятеро. Это к кому относятся? Сыновья Зарававили, что ли? Наверное. Почему еще? Что с ними не так, как с остальными? Такое ощущение, что читатель был гораздо больше нашего, знаком с этой семейной историей. Хашува, Охил, Берехия, Хасадия и Юшав Хесед. Сыновья Ханани и Пилати, Исаия, Сыныса и Рефая, Сын Рефа и Арнан, Сын Арнана, Авдии, Сын Авдии и Шахани, Потом Кишихани, Шамая и Сыновья Шамай, Хатуш, Игал, Бори, Ахныария и Шафат. Всего шестеро. Сыновья Неарии. Ильё, Энай, Языкея и Азрикам. Всего трое сыновей Неарии. Сыновья Ильё, Эная, Худаве, Илья, Шифпе, Лая, Акуб, Йоханан, Далая и Анани. Всего семеро соловей Ильё, Эная. Ну вот Зарвавель, который становится таким правителем, предводителем Иудея уже в послецарский период, он понимается как некоторый такой, ну что ли, вот новый основатель, если не династии, то по крайней мере вот какого-то рода, который стоит у власти. Вот поэтому он упомянут, ну практически наравне с Давидом. Надо же, как интересно. Так, ну вот у нас Давид, его потомки и преемники. Всё понятно, некоторых проскочили как маловажных, на некоторых остановились подробно. А у нас ещё вообще-то весь остальной Израиль остаётся, начиная с Иуды, с племени или колена, из которого, собственно, Давид. Об этом следующие главы.